Разруха на этом видео напоминает не иначе, как последствия военных действий окопы канавы. Для полноты картины не хватает лишь взрыва гранаты и стрельбы с пулемета. На самом деле здесь действительно идет война между жителями и сотрудниками местной администрации. Так выглядит подъезд к дому по улице Гагарина, 18. Ад здесь начался еще в прошлом году, когда из одного из подъездов начала течь вода. А летом этого года она уже била фонтаном. Жильцы тогда просили чиновников о помощи, но все, что те сделали, это нарыли глубокие канавы и выпустили жидкость. Добиться выполнения дальнейшей работы селяне не могут. К тому же пострадавшие еще же и остались виноватыми. Якобы все, что происходит вокруг – результат их лени и бездействия. Мы не знаем, как это делать. Мы к вам обратились, а вы это перелаживаете. В переписке, вот я переписывалась в группе там. Они нам просто вот, просто, типа, это вы бездействуете, вы ничего не делаете, вы сами делаете. Мы положите, типа, временные мостики. А как там ложить временные мостики, когда такие огромные ямы, везде кругом дети. Не дай бог, вот так вот кто оборвется, кто за это все отвечает. Отчаявшиеся жители тогда обратились за помощью на информационный портал «Запру». Уже на следующий день после выхода публикации ситуация сдвинулась с мертвой точки. Правда, совсем незначительно. Вечером после работы приехала, увидела, что лежит одна плита косо на этой канаве, чтобы подъезд хотя бы к дому был. И три плиты лежат, ну, горизонтально дороги, рядышком. Никто их дальше ничего не делал. Сегодня вот утром у меня там мама живет в этом подъезде, рядышком. Я маме позвонила, спросила, кто-то что-то делает. Нет, никто ничего не делает. А обещали. Заверяли изначально, что положат трубы, плиты, привезут скальники и сделают дренажи. Сейчас по факту есть только сплошные неудобства. Ведь чтобы принести охапку дров, нужно делать огромный крюк. Та же проблема с водой. Подъехать к жилищу водовозка не может. Приходится нести ведра в обход. Воду привезут, она получается, бочки стоят с другой стороны канавы. Вот ладно, у кого-то есть шланги, насосы скинем. Насос там на второй этаж. Вот у меня соседка. На второй этаж забросят, перекачают. А вот многодетная семья живет. Она девушка одна. У ней трое детей. Самый старший в первом классе. На втором этаже она вокруг дома. С двумя ведрами, да еще на второй этаж. Таскает 400 литров воды. Представляете? Вокруг дома. И точно так же с дровами. Поставить временные мостики, как предлагают местные власти, не выход из ситуации. В жилом доме есть и дети, которые, как переживают родители, могут с них упасть. При том, что подобный случай уже был. Как выяснилось, глава Сретенского района Алексей Закурдаев еще две недели назад настоятельно рекомендовал исполняющим обязанности главы городского поселения Евгению Киргизову провести аварийно-спасательные работы. Финансовые возможности для этого есть. После Евгения Киргизов отчитался. Работы ведутся. Завезено 40 машин скального грунта. Машины действительно были. Вот только всего две, утверждают очевидцы. Когда зыбун устраняли, чтобы проезд сделать для машин. Ситуация эта осложнена обводнением в повсеместном у нас городе. Там у них талики и зыбуны. Устранить их не представляется возможным, потому что воду отводить некуда. Ну, часть мы отвели воды. Они-то просят засыпать их, сделать дренирующие каналы. Но, на мой взгляд, это нецелесообразно. К слову, о возмещении затрат на проведение работ по водоотведению никто не отказал. Самая сложная ситуация сохраняется в Сретенске, Кокуйском и Усть-Карском поселениях. Администрация района вынуждена была обратиться на правительство Забайкальского края в дополнительном выделении финансовых средств финансирования на проведение работ по водоотведению, потому что грунтовые воды буквально выходят из всех. Самая сложная ситуация у нас, конечно же, в Сретенске, в Кокуйском поселении, а также в Усть-Карском поселении. Общая сумма затрат необходима на проведение работ у нас социально-локально-смертные расчеты на 9 миллионов рублей. Конкретно на городское поселение Сретенское 5 миллионов рублей. В настоящее время чиновники думают, как сделать подъезды к жилому дому для спецтехники, в частности, для водовозки и подвоза дров. Продолжение следует...